Ребят, с вами я, Ведус. Это моя лучшая подруга, Алена. И Настя находится у меня дома. Как видите, у нас здесь гуляет мой крыс. Кстати, его теперь зовут Тимоша. У нас в три раза его имя поменял. Ну, это норма. Можно я его на руки возьму? Да, только вот, знаешь, вот так вот набери. Вот так вот, тихонечко. Иначе его так хищники берут. И вы мне часто такие пишите комментарии, что типа... Что он делает? Отсядь немножко, чтобы он был укусил. Бывает. Как бы, вы мне часто пишите, что типа крыса не может быть настолько милой, крыса не может быть настолько умной, или там еще такие всякие штуки. Вы ошибаетесь. Вот. И вот, как видите, Алена сейчас первый раз. Да? Где он? Вот он, Алена. Ты первый раз с крысой играешься? Да. Вот. И она вам расскажет свое первое мнение. Она буквально у меня минут, может, двадцать сейчас. На минут двадцать? Ты что? Ну, короче, вот. Она у меня недолго сейчас. И она сейчас скажет вам свое первое мнение. Вот об этом милом существе. Ну, для меня оно милое. Давай. Очень прикольный. Прикольный. Очень прикольный, очень. На. Где его? Я думала, он... И рассказывай. Посади меня. Очень прикольный, очень забавный. А если он сейчас обоссится? Он обоссится только от страха. Вот так вот положи и гладь его. Скорее гладь, пока это убежит. Все. Он очень любит мешать снимать мне видео. И вы, наверное, заметили, во всех фактах о крысах я это делаю с крысом. Ну, кроме первых, потому что тогда я еще не знала, что их можно выгуливать. Ну, что такое выгуливать? Вот. Он там нанесал немножко, ну ладно. Как я, наверное, уже говорила, даже не помню, честно. Они очень... Единственный его минус в том, что... Колготку срывает. Единственный его минус может быть в том, что он вот на выгуле, они писают, какают, и они об этом не понимают. То есть они это делают просто от страха или там просто вы их вовремя в клетку не посадили. Их можно приручить к лотку, к крысиному кладку. Он, в принципе, ничего не отличается от кошачьего. Привет. Просто немножечко меньше размером, и наполнитель туда ложить не нужно. То есть просто бумажку. Ну, что такое? И, то есть, можно его туда только, извините меня, срать. Вот. То есть, как я вам уже рассказывала, просто всё его дело берёте и складываете в этот лоток. Со временем крыса поймёт, что все дела должны быть там. С Саньём, конечно же, сложнее. Ну, что ты делаешь? Он всё хочет выключить камеру, потому что он не очень любит сниматься. Видите, он убегает. Да, гад. В общем... Я в добрые. Это ломец... Я думала, это крыса, блин. Это ломец моя собака. Привет. Не обещайте внимания. То есть, с Саньём намного сложнее. Вам нужно, например, листочек бумаги, или какая-то салфетка, или ещё что-то. Вот, куда он нассал, вам нужно положить это в лоток. То есть, так как у крыс достаточно слабый нюх, то это очень... Он лезет мне на спину. Всё, убежал. То есть, это будет немного сложнее, чем с его какашками. Вот. Да, мусенький. А вообще, по своему опыту, я вам советую завести девочку, наверное. Потому что мальчики, они всё метят. То есть, первый раз вы его взяли, Наркён на вас наметит. Вы там его первый раз положили, Наркён на вас наметит. И так, пока он всю квартиру вам не обметит, он будет метить. То есть, и вот у меня произошла недавно такая проблема. Он гуляет у меня вот здесь на диване, на пледе. И он, видимо, немножко сикнул. И потом собака просто унюхала это и пометилась здесь на диване. То есть, он тебя не укусит. Он очень любит ротик лезать. Он носал на диван. То есть, собака носала на диван, потому что собака у нас тоже мальчик, и собака тоже не кастрированная. И, соответственно, у нюхов чей-то чужой сик, да, соответственно, он тоже пометил, потому что это его территория, по идее. Где он? Вот у нас там сзади вот это вот валяется медведь. И он под ним ползает. И у него там домик. Да. Ага. И поэтому, если у вас, например, тоже собака мальчик, то лучше завести крысу девочку, если вы не хотите кастрировать собаку. То есть, я не кастрирую собаку только из-за того, что он очень у меня приручен к нашим рукам. И даже на Алену, допустим, он очень лает, он ее не воспринимает никак как друга. Это для него враг. Потому что, когда он был маленький, он очень сильно болел. И он вообще, я его не подпускала к нему людей. То есть, только я и мама. Из этого он стал таким диким, наверное, я не знаю. Вот. И теперь у вас такая проблема. А при кастрации собаку у вас забирают, и там уже сами там все его делают. Где он? Он с тобой. Понимая, какой для собаки это будет стресс, соответственно, я ее не кастрирую. И вы понимаете, как бы, да, что из-за этого крыс может метить, метить будет собака, и тем самым диван обосаться весь. Воняет как. Потому что он не моется ведь. Да, я понимаю. Ой, убежал. Вот. То есть. Мать. Иди ко мне. Смотрите вот на эту милую кожу. Вот как эта милая, милая Русь. Что ты хочешь? Ты хочешь меня цапнуть? Нельзя меня цапать. Смотрите, сейчас выглянется. Оп. Вот. Мальчик, вот, смотрите, он очень быстро бегает. Вот Алена такая, где он? А он уже тут. И, то есть, факт в том, что девочки немного шустрее еще. Мальчики считаются спокойными. Может, у меня, конечно, это, не знаю, у меня это первый крыс, как бы, да, за мою историю. И такой же еще миф, который вы придумываете все сами на всех этих форумах. Вы придумываете его сами себе для усложнения своей же жизни. Что крыс нельзя держать одной. Нужно однополый пар. То есть, мальчик, мальчик, девочка, девочка. Это совершенно неправда. Я на свой страх и риск попробовала завести одну крысу. Алена, у меня одна крыса? Да. Все, выясни отсюда. Вот. И, то есть, тем самым, просто вам нужно будет уделять ему больше времени, чем если у вас будет пара там однополая. Спасибо тебе большое. Вот, как бы, не бойся. Блин, а если он сейчас упадет? И что? Вкусное ухо, да? То есть, вам просто, если вы, допустим, выгул много крыс, когда вам делать один раз в день, то я выгуливаю просто три раза в день. Видишь, это что-то новенькое. Он уже здесь у меня-то все запахи выникал. Вот, то есть, просто чаще выгуливать. То есть, посмотрите, неужели, вот, мосечка, видите, как она бы у меня трется. Посмотрите, это счастливый питомец просто. Куда побежал? Счастливый. Посмотрите. Это что такое? На эту рожу, мне кажется, он даже улыбается. Кстати, я своей крысе чищу зубы. Как? Легко и просто. Для крыс в ветеринарных клиниках продаются для грызунов, вернее, такие маленькие щёточки и специальные пасты, которые можно глотать. Этой пастой я чищу зубы, потому что у грызунов... Кстати, кто-то меня спрашивал, типа, ой, беда, печаль, у моей крысы очень жёлтые зубы, наверное, будут карие, что же делать, нигде донтисту же вести и так далее. То есть, просто купить эту пасту, и всё будет окей. Но хочу сразу предупредить, что если у людей нормальный цвет зубов-то белый, то у крыс это жёлтый. То есть, это нормально. Я сейчас, наверное, покажу, если смогу. Посмотрите, видите, у нас зубы жёлтые. То есть, это нормально, потому что цвет здоровых зубов грызуна жёлтый. То же самое, что у людей белый. То есть, это нормально. Вот. Скажи ещё что-нибудь по поводу него. Они очень милые, очень клёвые. Они добрые? Они очень добрые. Они очень добрые. Хотя теперь хочу себе крысу. Серьёзно? Да. А я просто посмотрела видео на Ютьюбе и увидела, насколько они умные. Посмотрела отзывы других людей. Что это? Что? Алё. Ты серьёзно хочешь крысу? Да. Единственное, наверное, их тоже ещё минус, то есть, что они, в принципе, неприхотливые, но им нельзя много уйдуть, типа, солёная, копчёная там, да. И им нужны большие клетки. Привет. То есть, вы мою клетку можете посмотреть в моих прошлых видео, но моя клетка считается маленькой. Она, как бы, по размерам соответствует для мальчика одного, но, как бы, вот самые минимальные это размеры. Просто, когда я покупала эту клетку, то была самая большая клетка, которая была в магазине. Получилось так, что я просто нашла в объявлении крысу, позвонила маме. Ну, перед этим я уже, как бы, договорилась с ней, вроде как, покупать крысу. На виду было всего... Она обоссала! Блин! Алён, у них не пахнет мальчаник, переживай. И чё, блин, у неё целостные колокольчики сейчас нужно ходить. Смотри, какая они, пипецик. Какая важная информация, блин! Да нет, реакцию. Уйди отсюда, я тебя ненавижу! Только что я говорила, как она их любит и как она хочет крысу. Алён тут затирает свою колготку, потому что нам потом идти в школу. В общем, вот. Это маленькая проказница. Он получил... По жопе за это он не получил, потому что это инстинкт мальчиганский. У всех животных есть такой инстинкт мальчиков. Иди. Вот. И скажу ещё одно. Он больше сойти не будет? Нет. Не должен, по крайней мере. Укусил? Кусается? Кашка. Потому что ты на него наговариваешь. Смотри, какая папа. То есть вот, я думаю, что вот это вот лицо... Я тебя лучше... Подними своё лицо. Вот это вот лицо... Ему вы поверили, что он... Вот он милый, но он сыт, понимаешь? Да. То, что он сыт, я ненавижу, когда... Ди-ди-ди-ди... О! Укусил? Да, но он укусил так, знаешь, тихонько, типа, отвалим. Он очень любит мои носки кусать. Алена, убери. В общем, думаю, теперь вы поняли, вот, про этот питом... Алена, ты ему пузико давишь. Про питомца этого и сделали себе какие-то выводы. Потому что я не вру, это реально доброе существо. У нас даже когда были гости и приходил маленький ребёнок и просто калашматил так вот крысу на выгуле, он его даже не укусил и ничего не сделал. Он просто пытался убежать. Всё. То есть, вот, подумайте сами. И, кстати, если вы будете писать, что, типа, я изверг, не убрала крысу в клетку или не забрала ребёнка, я просто об этом не знала. То есть, я только потом это увидела. Поэтому я не изверг, ребят, я люблю животных. Не надо подписать. Ставьте пальчики вверх под это стрёмное видео. Почему стрёмное? Не, она понравилась. Ой, фу. Волосня нацеплялась на моего сыночку. Видите, мне, кстати, кто-то писал, фу, тебе не противно, это же грызун. Видите, мне не противно. Я его целую, и я с ним даже... Если бы моя собака со мной не спала, то я бы его... То он бы вообще спал со мной и жил на диване. Демон. Вот он. Девочки, да. Так что да, всем пока! Е-е-е-е-е. Не, подожди, подожди, подожди. Ааааааа, ня-я-я-я-я-я-я-я-я!